Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и это обзор 16-й партии компьютерной симуляции матча на первенство мира между Анатолием Карповым и Робертом Фишером. Карпов играет белыми, начинает партию ходом D4, и Фишер вновь разыгрывает староиндийскую защиту, желая покончить с матчем как можно быстрее. И на этот раз Анатолий Карпов избирает систему Земеша ходом F3, Фишер немедленно отвечает E5, Карпов затыкает центр, и надо сказать, что эта позиция Таишда встречалась в практике Роберта Фишера, и во всех этих партиях он здесь немедленно играл конь H5, но результат этих встреч для него оказался неудачный. Из трех партий лишь одну ему удалось свести в ничью, остальные две он проиграл. Поэтому в этой партии Фишер решил исправить статистику и немедленно делать рокировку, оставляя пока коня на месте, но Анатолий Карпов сразу же препятствует прыжку коня, связывая его слоном. Что ж, Фишер пока двигает пешку на А5, обеспечивая поле Ц5 для коня, Карпов готовит длинную рокировку, и в этой позиции Фишер первую ловушку ставит в этой партии, двигает пешку на А6, атакуя слона, и как будто предлагая белым побить пешку. Но надо сказать, что взятие на А6 здесь довольно слабо, на это черный отвечает сильнейшим контрударом в центре, бьют на Е4, атакуя ферзя, и на ответное взятие следует шаг ферзем. И на любой ответ ферзь забирает слона, фигура отыгрывается, и в этой позиции перевес уже на стороне черных. Надо сказать, что также плохо отступать слоном на поле А4, из-за того же тактического удара следует комбит Е4, мы видим, что под боем белый ферзь, под боем слон на поле А4, а на взятие на Д8 следует ответное взятие ферзя. В этом варианте белые даже выигрывают пешку, но здесь у черных есть богатая компенсация за счет активности фигур, не рокирована позиция белого короля, где-то здесь могут черные прорваться по центру, например, ходом Е4 в какой-то момент. Слон тоже расположен белый не очень удачно. В общем, есть у черных компенсация, поэтому Карпов отвечает слон Е3, просто уводя слона из-под боя и продолжает держать пешку А6 под прицелом. Фишер развивает коня, Карпов рокирует в длинную сторону и теперь же грозит взятие пешки. Приходится пешка делать второй ход, уводя ее из-под боя, и Карпов спокойно усиливает позицию короля, на всякий случай уводя его поближе к углу. Фишер отводит коня, уступая дорогу пешке Ф, собираясь вроде бы атаковать на ферзевом фланге, но здесь Карпов ставит блок ходом А4 и одновременно обеспечивает тем самым подержи 5 для собственных фигур. Теперь, если здесь сыграть Ф7 Ф5, то то самое поле Ж5 ослабляется, но очень сильно. Белые могут просто разменяться на Ф5, не боясь взятия слоном там, ну а на взятие пешки просто конь идет на поле А3, потом перебирается на Ж5. И действительно, сдвоенный центр черных здесь не кажется таким грозным, атака на короля здесь не последует, ведь король белых ушел на ферзевый фланг, а белые фигуры могут просочиться на ослабленные поля и доставить черным массу неприятностей. Поэтому Фишер не спешит атаковать, вместо этого он делает пока ход ферзь Е8 и на развитие слона слон Д7. Вот такая белопольная стратегия. Задвигает пешку на А4, белые фиксируют ее ходом А3 и дальше конь все-таки выходит на поле С5, где его поджидает белый слон, который немедленно уничтожает лошадку. И дальше Карпов начинает подготовку движения Ж2-Ж4. Он играет слон Е2, как раз с той же целью провести Ж4. Ну и в этой позиции опять принимает судьбоносное решение Роберт Фишер. Он считает, что его белопольный слон здесь не так важен, а конь белых может доставить массу проблем. Где-то он попадает на поле Ж5, где-то он может через Ф2 перевестись на поле Т3 и атаковать пешку на С5. И в общем, решает Фишер разменять эту фигуру, полагающую на то, что размены помогают при защите. Белые забирают ладьей, и дальше Фишер просто возвращает коня на поле Ф6. Но это уже никак не препятствует атаке белых. Ж2-Ж4 играет Карпов, широко атакуя по всему фронту. Фишер пытается защищаться по шестому ряду ладьей, но пока белые усиливают позицию, отводят на всякий случай ладью на первый ряд. И в этой позиции начинают максимально усиливать позицию фигуры. Ладья идет на линию Ф, после чего белые начинают прицеливаться к пешке на А4. Видите, Ферзь встал на С2, король на всякий случай ушел подальше. И слон Д1. Максимальное количество боев на пешку А4 создали белые. Это, кстати, главный минус ухода белопольного слона черных. Теперь пешка на А4 является реальной слабостью, приходится ее очень неудобно защищать. Вот так вот становятся черные ладьями по линии А, но в этот момент Карпов прорывается по центру ходом Ф4, желая вскрыть позицию и начать атаку на черного короля. И если здесь черными попробовать забить на Ф4, с идеей где-то открыть дорогу своему чернопольному слону, то белые просто забирают на А5, и на ответное взятие здесь следует размена фигур, вскрывается много линий, и явно здесь черный король не выживет. Ладья может по пятому ряду начать атаковать пешку на А5, и большая диагональ здесь не приносит черным особых дивидендов. Поэтому не забирает на Ф4 Фишер, вместо этого он следует взятие на Ж4, и Карпов задвигает пешку дальше на Ф5, замуровывая тем самым чернопольного слона Фишера и продолжая вскрытие позиции черного короля. Следует ход конь Н5, на взятие на Ж4 Фишер успевает пробросить своего коня на поле Ф4, где он защищает пешку Ж6 и перекрывает своей тушкой линию Ф. Но теперь уже Карпов сдваивается по линии Ж и постепенно усиливает давление, забирая все-таки пешку на А4. Здесь следует повторение кодов, но, конечно же, Карпов не согласен на ничью, он разменивается на Ж6. Теперь у Фишера выбор, если побить на Ж6 пешкой, то немедленно следует ход Н5, продолжая вскрывать позицию. Фишер решает разменять пару ладьей, забирает ладьей. Вроде бы размены должны быть в пользу защищающей стороны, но тогда очень сильно ослабляется поле на Ф5 и немедленно этим пользуется Анатолий Карпов. Слон переводится на Ж4, конь через поле Д1 переводится на Е3 и вот уже поле Ф5 чувствуется во всей красе, конь готов занять решающую клетку. Что ж, Фишер от войны, стерзя из-под боя, конь становится на Ф5, все фигуры разбегаются от этого коня и Карпов двигает к крайнюю пешку. Ладья пытается держаться по линии Ж, конь переводится на А4, теперь белые заготовили прыжок коня на поле Ж6, который должен решить партию в их пользу. Фишер пока защищается, ставя слона на поле А6, тем самым перекрывая возможность скрытого шаха. Конь возвращается на Ф5, те, что отходят из-под боя. Пока что маневренную бойбу ведет Анатолий Карпов, боясь расплескать перевес, атакует пешку Б7. Видите, так не спеша реализовывает позицию, переводит коня на А4 обратно, предлагая здесь жертву пешки. Ну что ж, давайте посмотрим. Вроде бы можно было искнуть и побить на А4, но тогда следует конь Ж6 шах. И выясняется, что если побить конем на Ж6, то белые в промежутке забирают пешку Ф6 шахом, потом забирают коня. А если просто отойти королем из-под боя, то конь забирает на Ф4, после чего белые спокойно забирают ферзем на Ф4, пешка С7 слаба, линия Ж вскрывает, линия Ф вскрыта, и явно здесь черному королю не позавидуешь. Поэтому Карпов отказывается от этого дара, просто защищает королем пешку на Ф6. Все равно следует конь Ж6, Фишер защищает коня вот так вот ферзем по диагонали, Карпов продолжает маневр, ставит ладью на А1, вновь переводит коня на Х4, грозя вилкой, король отступает из-под вилки, на Ф5 на этот раз идет слон, и после хода король Ж7 следует конь Ф3. Под боем оказывается ладья на поле Ж5, теперь если разменяться на Ж3, то белые все-таки рано или поздно залезают по белым полям, вначале играют конь Х4, потом шахт в поле Ж6 объявляют, забирают все-таки на Ф4, и вот постепенно все-таки пробираются, они здесь пешку задвигают, и здесь белый ферз рано или поздно куда-то сюда вот проникнет, после чего черным будет очень тяжело, и Фишер в этой позиции решает отдать качество, но тем самым сохранить в закрытый характер позицию, он отступает королем на Х8, Карпов забирает на Ж5, и Фишер забирает пешкой. Ну что ж, у белых пешка и лишнее качество, но при этом их слон не особо участвует в атаке, пешки также расположены по белым полям, и Фишер надеется отсидеться в обороне. Давайте посмотрим, как у него это получилось. Ферзь Ф3 пока играет Карпу, укрепляет позицию короля, переводит ферзя на Ж4, и играет слон Е6, это опять ловушка, нельзя бить пешку на С4, и за ходом Д6, атакуют сразу две фигуры, и ладью, и ферзя, а на взятии слона, вроде бы это все защищает, просто следует взятие пешки С7, и выясняется, что черные фигуры не в состоянии воспрепятствовать превращению этой пешки в ферзи. Поэтому возвращает Фишер ладью на базу, ферзь белых активизируется еще больше, и здесь следует ход слон С8, отрезая ладью от основного театра военных действий, после чего белый ферзь каким-то путями хочет проникнуть на 8 ряд, и начать атаку на короля. Белый атакует ладью, ладья отступает на Ж2, теперь если вернуться конем на Ф4, то последует примерно следующее, ферзь где-то идет сюда, объявляет шаг по 8 ряду, где-то забирает на Е5, и явно, что белый выигрывает, поэтому пытается Фишер перебросить коня на Д4, отнимая тем самым поля Е6 и Ф5 у белого ферзя, но все равно это здесь не помогает, сейчас отступает просто на Ж4, слон отходит из-под боя, и белый просто перестраивает свои ладьи на линию Ф, желая начать решающую атаку именно по этой магистрали, здесь уже Фишер бросается в активную контратаку, играет Б5, карпу просто игнорирует, Б4 играет Фишер, слон Е6, готово белый вторгнуться ладьями в тыл к черным, и здесь последняя ловушка Роберта Фишера, он как будто не замечает нападение на собственного ферзя, и забирает пешку на А3, ну что ж, многие из нас сразу бы с радостью схватили ферзя на Ф6, и это было бы решающей ошибкой, поскольку пешка идет дальше с шахом, и выясняется, что если король блокирует пешку на поле А1, то черный ставит мат конем, очень такой симпатичный, ну получается, что король должен отходить, тогда пешка проходит в ферзи, и здесь уже черный развивает матовую атаку. Но Карпов на это, естественно, не купился, он просто забирает на А3, теперь ферз под боем, нужно отступать, и спокойный ход Анатолия, это король А2, пешка защищена, ладьи готовы к вторжению, никакой контур игры у черных нет, и в этой позиции Фишер сложил свое оружие, таким образом, Анатолий Карпов выиграл первую партию в матче, и счет стал 6-10 в пользу Фишера. Что ж, есть еще время у Карпова для того, чтобы отыграться, приходите завтра на трансляцию, болейте за Карпова. А с вами был Евгений Шувалов, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Шувалов, кому понравилось,